В НАТО недавно, это сообщение от 27 февраля, в НАТО назвали наш комплекс «Панцирь-С» идеальным оружием против беспилотников. Это не мы, это НАТОвцы назвали. Если вы сомневаетесь, покажите, пожалуйста, первоисточник этой статьи. Вот это первоисточник. Эта статья появилась на Западе и потом уже была перепечатана нашими средствами массовой информации. Вот они сами признают, что «Панцирь-С», а он еще сейчас модернизирован, там специальные появились ракеты, дешевые, ближнего радиуса действия для поражения малых беспилотников. Но, скажем, такие беспилотники стратегические, как «Глобал Хок» американские, с дальностью полета, много тысяч километров, ну, конечно, он и будет поражаться так же, как и обычные самолеты обнаруживаются тоже таким образом. Это большая машина, у него там, по-моему, около 30 метров размах крыльев, ну, представьте себе. Так что тут нет ничего удивительного. А что касается того, каковы средства борьбы с беспилотниками, работающими в радиомолчании, ну, во-первых, что значит в радиомолчании? Так или иначе беспилотник должен держать связь? Потому, что иначе он становится бесполезным. Если он болтается, а не может ничего передать, то зачем он тогда нужен? Но есть же специальные у зенитно-ракетных комплексов оптические каналы. Ну, это не просто, конечно, стоит там кто-то оптический и визуально высматривает этот беспилотник, это уже сейчас тоже всё на основе электроники, оптика, электроника, траля-ля и пятое-десятое. Но вот эти оптические каналы, вот, между прочим, те панцири, которые мы продаём за рубеж, они радиолокационного канала, дублирующего, который есть у нас, они не имеют. Туда мы продаём как раз вот с этими оптико-электронными каналами. И о ней я вот сегодня читал, значит, кто-то из американских военных журналистов опубликовал статью, он посчитал, значит, что только доказанных случаев сбития байрактаров турецких в Ливии, в Ливии, панцирями нашими, там не наши, естественно, зенитные расчёты, это всё ливийцы. Им из Объединённых Арабских Эмиратов поставляют, Объединённые Арабские Эмираты покупают у нас эти панцири, а потом, значит, поставляют туда этому халифе Хафтару. Так вот, они сбили 47 доказанных случаев, насчитал этот журналист западный, я фамилию его забыл, 47 доказанных случаев сбития байрактаров. И он насчитал 8, по-моему, доказанных случаев поражения панцирей. А дальше он сделал простую вещь, он сравнил стоимость байрактаров и стоимость панцирей. И оказалось, что стоимость вот этих 47 сбитых байрактаров, если принять по умолчанию, что он всё точно посчитал, и были сбиты 47 этих беспилотников, и были поражены 8 комплексов, то оказывается, что в долларах просто, цена же экспортная и байрактара, и панцирей известна. Так вот, оказывается, что стоимость этих сбитых байрактаров в 2,5 раза больше, чем стоимость этих уничтоженных панцирей. Вот вам и всё. Причём я ещё раз говорю, это старые, не модернизированные, никакие панцири. Экспортные, то есть, у них, так сказать, урезанные боевые возможности. Те, которые стоят на вооружении у нас, в наших вооружённых силах, они обладают существенно более широкими и более мощными боевыми возможностями. КОНЕЦ Продолжение следует...